Всем здравствуйте, это Политбюро. Меня зовут Александр Шелест и мы беседуем на нашем председании с Григорием Тамаром, который представляет Израиля. Он является израильским военным экспертом, частый гость наших эфиров. Здравствуйте, Григорий. Добрый вечер. Первый пункт нашей такой условной повесткой дня. Русские выдают, ну вот сегодня была шокирующая там, скажем так, такая история, что, мол, вот, была морозильная камера на Азовстале, они зашли, там тела с погибшими, которые были заминированы. Ну и, мол, какие злые и коварные нацисты это все делают. Ну, соответственно, скажем так, бросили эту историю, ну и потешили там всех сторонников, российской пропаганды и, там, электоральные какие-то, скажем так, слои, которые поддерживают и накачиваются, да, накачивают ненависть против украинских вооруженных сил. Но была еще вторая история, очень интересная, когда вот демонстрируют пленных вооруженных сил Украины, которые жалуются, что руководство страны внимание уделяет только освобождению пленных азовцев, а вот их, ВСУшников, не уделяют. Очень опасная, скажем так, история, особенно в день, когда сняли там нашего омбудсмена, ну, будет там другой человек, и, собственно, перебросили от Верещук, есть такая, скажем так, как министр, да, дела освобождения военнопленных на Уданова, главного управления разведки, человека, который возглавляет это ведомство, теперь будет возглавлять еще и вот этот штаб по координации этих действий. Скажите, это ведь долгоиграющая, ну, вот такая стратегия россиян? Знаете, наверное, арабо-израильский конфликт и война между Россией и Украиной – это абсолютно два разных конфликта по сути, но есть что-то объединяющее, что-то общее. Вот таким вот объединяющим и общим в данном случае является абсолютный цинизм противоположной стороны во всем, что касается обмена военнопленных. Вот как наши оппоненты всегда проявляли в этом отношении цинизм и бесчеловечность, так и Россия в данном случае демонстрирует примерно то же самое. Дело в том, что то, что вы говорите по поводу тех или иных заявлений пропагандистских приемов, которые используют россияне. Ну, есть понятие репутация в средствах массовой информации. Я думаю, что репутация у российских СМИ сегодня такая, что ни один уважающий себя человек не будет воспринимать то, что там транслируется как некий источник информации. Ну, я думаю, что это на сегодняшний день очевидно. Если это очевидно мне в Израиле, то, наверное, это очевидно и тем гражданам Украины, которые смотрят, может быть, российские СМИ, находясь на территории Украины. Это первое. Теперь, что касается обмена военнопленных, это невероятно сложная чувствительная точка. Ну, не знаю, каждая страна, наверное, идет по какому-то своему пути, как решать эти вопросы. Вот у нас в данном случае, как это не сложно, как это не чревато иногда бывает. Но у нас в данном случае, я сейчас скажу, может быть, вам покажется странным, абсолютная гласность и прозрачность процесса, настолько, насколько это возможно. И вот этим наше общество пытается компенсировать болезненность вот этой темы. Когда у нас идут переговоры с террористами, это все там активно обсуждается в СМИ. И политики, когда принимают решения, они вынуждены учитывать настроение народа. И ничего плохого там нету. В этом и суть демократической власти. Много минусов, но есть определенные плюсы, которые ультимативны. Обмен военнопленными с Россией – это тяжелейшая тема, очень больная. Я лишь могу посочувствовать вашим политикам, которые этим занимаются, и тем военнослужащим, которым и посчастливилось, и они попали в Российский Федеральный. Ну вот сам факт, то, что теперь заниматься и курировать этим процессом будет глава разведки, да, украинской, господин Буданова. Ну вот, с точки зрения должности, о чем говорит? Это очень правильный подход. У нас тоже этим занимаются вот коллеги господина Буданова, да, это совершенно правильно. То, что этим занимаются профессионалы, это абсолютно правильно, да. Я считаю так. Хорошо. Скажите, пожалуйста, все-таки вот там ребрендинг Азова, новый там логотип, новые шевроны, вот те, которые, те азовцы, которые там, ну, на территории Украины имеется в виду такой подконтрольный и, ну, сейчас условно мирный находятся, вот продемонстрировали. Как к нему относиться? Это, ну, скажем так, чтобы такой упреждающий шаг против оголтелых криков о том, что они все нацисты, посмотрите, какие у них татуировки, посмотрите там, ну, чтобы каким-то образом одмижеваться и чтобы Запад россияне не переманили на негативную сторону отношения к защитникам Мариуполя. Или это вот какой-то вот условно эволюция по-гресски лень? Знаете, вообще, ну, история воин нас учит, что символика, так же, как и вообще общество, как сказать, армейское строительство в целом, это не какая-то константа. И у нас есть много исторических примеров, когда символы менялись и шевроны менялись. И я приведу просто один пример, который все знают, так, чтобы напомнить, да, когда фактически Красная Армия к 43-му году, как таковая, была уничтожена и воевала уже совсем другая армия, то она была названа советской, и петлицы ушли, появились погоны, и очень много других было изменений в форме, воинских званиях и так далее. Я специально привел этот пример как максимально демонстратив. То, что принято решение поменять или не поменять символику и там какие-то знаки отличия, символы того или иного вашего подразделения. Я думаю, что это решение должно приниматься на уровне главкома, министра обороны и президента. Достаточно серьезный шаг, тем более, что речь идет о таком культовом на сегодняшний день подразделении. Я лично могу сказать свое мнение, свое мнение, которое я уже многократно озвучивал, что когда это подразделение появилось, мне было неприятно, что они, мне лично, да, как частному лицу, что они использовали такую символику. Но это подразделение в вашей армии, а не в моей. Вы в своей армии используете то, что вы считаете правильным. Если вы сейчас посчитаете правильным это поменять, значит, вы это поменяете. Вы независимое государство, которое имеет свои силы. Я думаю, вы меньше должны в данном случае оглядываться на другие страны, а больше искать консенсуса внутри своего общества, своей нации, молодой достаточно, рождающейся под бомбами сегодня, по сути, через кровь. И вы должны понять, что для вас важнее здесь. Симпатии или антипатии кого-то, или какие-то вещи, которые для вас более глубинные и более важные. То есть моя симпатия или антипатия в данном случае должна интересовать вас в последнюю очередь. Ну, я не о симпатии, в принципе, задавал вопрос, но, в принципе, ответ принимается. Скажите, пожалуйста, Григорий, вот давайте о других странах. Вот сегодня Данилов, в день, когда мы с вами общаемся, говорил об угрозе со стороны Беларуси. Мол, посмотрим в бою, насколько готовы мы отразить нападение со стороны Беларуси. Такой, знаете, заход на север Украины под номером 2. К этому же заходу готовится, призывал и такой Геннадий Корбан, всем известный политик и советник Мария Днепра, ну, теперь, да, о том, что нужно строить многоэшелонированную оборону, вот такую фортификационное сооружение. Мол, были сообщения о том, что и собираются они снова в районе Черниговской области, на территории Российской Федерации и Суворской области. Что вы думаете, насколько возможен, ну, вот такой второй поход на Киев? Ну, во-первых, по поводу обороны сразу, чтобы не забыть, скажу. Был такой русский полководец Суворов, так у него была такая поговорка, оборона смерти подобна. Если вы будете строить эшелонированные линии обороны, то вы лишь потратите свои ресурсы, время и деньги, человека-числы и так далее. Если вам нужно оборонять ваш север, то оборона намного более эффективно строится, когда она подвижная за счет полосы обеспечения, диверсионных групп. Ну, я не буду сейчас здесь общеизвестные вещи рассказывать, которых любой военный специалист знает. Сам по себе сценарий, при котором Белоруссия решится на подобную авантюру, ну, сказать, что он абсолютно невозможен, наверное, я не могу, потому что, ну, фактически Лукашенко могут взять в заложники, по сути, россияне и заставить его это сделать. Безусловно, для Беларуси это будет являться политическим самоубийством, как режима, как формы существования государства. Понятно, что на этом белорусская власть закончится в той форме, в которой она сегодня существует. Однако, может быть, у Лукашенко не будет выхода. Не надо преувеличивать тактические, оперативные и стратегические возможности белорусской армии. Они очень ограничены, но, безусловно, вам это может очень сильно попортить нервы. Это будет неприятное развитие событий. Готовиться к нему нужно, но не за счет того, что от траншеи копать. Это делается иначе. Все примеры истории, ну, начиная с линии Маджино, за очень редкими исключениями, например, ну, линия Маннергейма там в свое время свою роль сыграла, но это очень ограниченный отрезок суши, достаточно характерный рельеф местности. В данном случае вряд ли этот пример является показательным. Скорее всего, он может, как исключение, которое подтверждает правило использоваться. Так с момента, вот как была построена линия Маджино, это показывает, что те ресурсы, которые на это использовались, чтобы они были влиты в то, чтобы сделать подвижную оборону, основанную по принципу контратака, намного эффективнее. Я вам скажу из нашей израильской истории. В свое время огромные деньги были построены на линию Барлева вдоль Суэцкого канала, которую египтяне взломали за несколько часов по ряду причин. И тот, кто был большой противник этой линии в свое время, это был Ариэль Шарон. Из-за скандала вокруг этой линии он, собственно, ушел в отставку тогда, в начале 70-х. Вот, и в 73-м году оказалось, что он прав. Так что ресурсионированная оборона – это позавчерашний день. Да, понятно. Это очень хороший, скажем так, хороший комментарий, очень важный комментарий вот этих слов конкретно Корбана, ну и его, соответственно, угрозы с севером. Ну и по Востоку, конечно, самый главный вопрос. Вот британская, ну, институт изучения войны, да, вот британская разведка говорит о том, что, ну, собственно, есть задача, и вот уже пошла задача, чтобы вот Путин как бы якобы, да, лично дал команду, что до 1 июня забрать Луганскую область, до 1 июля забрать область Донецкую. Эта задача, насколько она выполнима, вот эти, ну, вот сроки, да, может быть, это кто-то просто предвосхищает события или наводит еще больший туман в туман войны, или реально вот главнокомандующий, который там по заявлению той же там британской разведки уже самостоятельно там, скажем так, на карте передвигает картошку, как Чапаев, да, кто куда пойдет, вот мог дать такое распоряжение, обозначив именно эти сроки? Ну, давайте мы не будем девальвировать профессионализм британских военных, они знают свое дело, вряд ли они двигают картошку, как Василий Иванович. Нет, я Путин имел в виду, что Путин сам двигает картошку, да. С другой стороны, ну, это очень, так сказать, в стиле Владимира Владимировича, круглые даты, 1 июня, 1 июля, ну, можно дальше развивать эту мысль. Я сразу вспомнил великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина «И родит богатырям некий сходу сентября». Вот, ну, знаете, военное дело – это не пятилетку за три года, это немножко сложнее. Ставить такие задачи своим войскам может либо человек, который абсолютно ничего не понимает в военном деле, и какие-то сроки здесь определять, либо человек, которому, ну, тотально наплевать на своих солдат, и он, неважно, сколько он их там вгонит в землю, но вот Карфаген должен быть разрушен к 1 июля. Так военные действия не ведутся, если серьезно на этой теме говорить. И все эти даты, привязки к датам, это полный нонсенс. Однако, однако, вполне возможно, что тут вот эта датировка, она продиктована совершенно не военными причинами, а, возможно, Владимиру Владимировичу Путину наконец объяснили, что, в общем-то, в тот момент, когда он сломал, как слон в посудной лавке, все правила игры в феврале этого года, 24 февраля, запустились необратимые процессы макроэкономические, которые как шестеренки вращаются и предвигают, пододвигают российскую экономику неминуемому краху. Может быть, фанаты импортозамещения будут сейчас мне объяснять, что я экономист и ничего в этом не понимаю. Я действительно не экономист и не претендую. Однако я читаю ведущих западных аналитиков в области экономики, и я склонен верить им больше, чем господину Соловьеву, который объясняет свою экономическую модель своих шоу. Поэтому я думаю, что участь российской экономики будет плачевна, и вот эта плачевность как раз к концу лета проступит очень откровенно, поэтому, возможно, вот эта привязка к датам летним, ну вот она, собственно, здесь кроется. А также может быть, что состояние медицинское Владимир Владимирович уже такое, что на июне-то июле отличить не может. Я тоже не стал бы сбрасывать это со счетов, уже как медик. Вот. Но в любом случае я желаю Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, как любой медик, для того, чтобы, когда он предстал перед ГАХСИМ судом на международном трибунале, он был там как огурчик, чтобы его могли показательно судить и вынести приговор ему соответствующий за развязывание ничем не спровоцированной агрессивной войны против соседнего государства. Благодарю вас, Григорий, за эту беседу. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что посмотрели. Подписывайтесь и будьте нашими подписчиками. Чтобы узнавать, что новое видео на канале, нажмите колокольчик и берегите себя. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok